Вы сказали, что нужно полтора часа ходить, а ребенку четыре года. И вот у меня этот вопрос всегда вызывает, как? Не, не, это я, значит, не понял. Не понял. Чего с ребенком? Какая проблема? А там пищевая непереносимость, то есть, вы сказали, спазмы в кишечнике действительно так и есть. Вот что делать? Что делать, если напряжение, оно, ну, ходьба заменяется горячее-холодное. То есть, горячая температура, это, ну, все равно, что человек бежит, а холодная температура воды, это все равно, что он статику делает. То есть, нужно сначала ребенка помещать в теплую воду, потом делать ее прохладной, потом делать горячей, а потом делать опять прохладной. Как долго? Ну, в течение, допустим, 30 минут в день вот так вот менять все и пытаться вот так его расслабить, пока он маленький. А потом вот делать эти аскизы. Длительное движение непрерывное и неподвижное положение тела в случае спазмов. Спазм – это напряжение. Что касается ребеночка, с которым мне подходили вот родители, этот ребенок страдает жаром. Это значит, что кроме того лечения, которое мы назначили, нужно еще в ванной с теплой воде. Вода сама по себе всегда снимает жар. Всегда. То есть, теплая вода означает ни холодная, ни горячая, комфортная температура для ребенка. Каждый день по 20 минут, по вечерам надо этого ребенка держать в ванне. Лучше по 18. В теплой ванне каждый день. Чтобы убирать жар из тела, который нарушает возможность ребенку развиваться. И маме перестать есть жареное, сильно соленое, сильно острое, сильно растительные масла, такие как подсолнечное, оливковое, масла, сильно разогревающие масла тоже есть не надо. Всю пищу маме готовить на топленом сливочном масле, оно охлаждает. Больше есть зелени маме, которая охлаждает, больше есть овощей, меньше есть цитрусовых. Ну, то есть, меньше есть того, что разогревает организм.